МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подробности мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Светлана Осокина, руководитель Центра тестирования. Здравствуйте, Светлана. И Юлия Вельбек, начальник Управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока. Здравствуйте, Юлия. Насколько мне известно, подготовка к выполнению норм ГТО в России была разделена на 4 этапа. Так вот, интересно, как входил в эти этапы Владивосток, насколько успешно и, может быть, это еще продолжается? Ну, как раз-то Владивосток относится к тем регионам, я имею в виду, все это в Российской Федерации внедрялось поэтапно, и Приморский край, в том числе и Владивосток, как раз-то находится на стадии, когда уже допущены к выполнению норм взрослого населения. То есть в прошлом году мы готовились, открывались центры на территории Приморского края, в частности, в городе Владивостоке, и проходили тестирование массового на школьники. То есть тестировались пункты выполнения, места тестирования ГТО. И уже в этом году мы ждем все население, без исключения, все, кто допущены к выполнению нормы ГТО, могут себя в этом году потестировать, попробовать выполнить нормы вместе со школьниками, которые также продолжают тестирование по всей России, в частности, в Владивостоке. Я не могу не спросить, насколько отличаются нынешние нормы ГТО современного от прошлых? Отличаются ли, может быть, нет? Не все этапы. Есть, конечно, нормы, которые пришли к нам и советских времен, то есть это, как правило, те общая физическая нагрузка, то есть бег, плавание, стрельба, она осталась, но немножечко поменялись нормативы. И для того, чтобы каждый из нас смог посмотреть, что же ему нужно сделать, выполнить, нужно зайти на сайт всероссийский.gt.ru и по своей возрастной ступени и по своим гендерному, так скажем, признаку определить себя, к какой возрастной категории вы относитесь и какие нормативы вам надо выполнить. То есть мы можем назвать со Светланой Салтановной в общем, какие нормативы, но для каждой ступени, для каждого возраста и для каждого пола нормативы свои. И это нужно понимать. А правда ли, что сегодня звонят в администрацию города, может быть, также в центры, и задают очень много вопросов. То есть звонят достаточно активно жители города и хотят сдать эти нормы ГТО. Это действительно так? Ну, здесь я больше могу сказать так. В центр, конечно, это первичная организация, куда следует обратиться. И центры у нас на сегодняшний день во Владивостоке, во Владивостоке, не в Приморском крае, а во Владивостоке два. Он региональный, я имею в виду те, которые и муниципальный центр. Они проконсультируют, расскажут, как все сделать, потому что там сидят специалисты, которые прошли обучение и на сегодняшний день владеют всей информацией. Помимо этого есть сайт, я уже его назвала, на котором тоже можно уточнить всю информацию, как, в какой закономерности лучше сдавать, как можно выполнить нормы, как к ним лучше подготовиться. Потому что на самом деле это должны быть физически активные люди, для того, чтобы выполнить на высший знак ГТО, я так скажу. Давайте поговорим все-таки, наверное, чуть подробнее о самом центре, о его работе, как на сегодняшний день проходят подготовки, занятия, может быть, какие-то. Наш центр открылся в мае 2016 года. Официально прошло открытие. Он располагается на территории, мы все знаем, это стадион «Строитель». Если по месту расположения, юридический адрес – это город Владивосток, проспект Солетия, 30-D. В центре всегда с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов вы можете проконсультироваться по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Вам расскажут, как это правильно сделать и как это правильно оформить. Потому что для того, чтобы выполнить нормативы, первое – необходимо провести регистрацию на Всероссийском сайте ГТО. Потому что в центр могут обратиться уже жители города Владивостока, как взрослого населения, так и учащиеся, которые прошли регистрацию на Всероссийском сайте и получили так называемый ID-номер. И вот когда пройдет эта регистрация, вы уже можете прийти обратиться в центр, где вам покажут и расскажут расписание выполнения нормативов, когда вы это можете сделать, в какое это сделать время. Оформить заявку. Для жителей города Владивостока до 18 лет необходимо оформить заявку и также необходимо согласие родителей, для того, чтобы ваш ребенок только с разрешения родителей имеет право прийти и заполнить эту заявку. Население, которое старше 18 лет, приходит самостоятельно, оформляет заявку. С этими заявками можете ознакомиться и на Всероссийском сайте, они едины как бы для всех, но, как правило, привязываются к месту положения города Владивостока. У нас там свои места тестирования прописываются. Поэтому нужно обратиться в центр. Взрослое население может прийти в день выполнения тестов и оформить заявку прямо на месте. Это тоже возможно, но при наличии медицинского допуска. Медицинский допуск вы можете получить в любой поликлинике города Владивостока, обратиться туда и сказать, что для выполнения нормативов комплекса ГТО. И вам уже дадут этот допуск. После этого вы приходите, выполняете нормативы, и затем функции центра тестирования таковы. Зафиксировать ваш результат и загрузить его на Всероссийский сайт ГТО. Потому что на вашем личном кабинете, по вашему номеру ID, вы эти результаты можете увидеть. И, соответственно, там уже идет подсчет. И вам сразу покажут, либо вы уже идете на золотой знак, либо вы идете на серебро, либо на бронзу. И в соответствии, в течение своего периода, для взрослого населения период с 1 января по 1 января текущего года. Это официальный период для выполнения норматива вашей ступени. Вы уже можете смотреть, либо вы можете изменить свои показатели. Ну, если вы идете на золото, то тогда уже все хорошо. Ну, раз уж мы заговорили про знаки, во-первых, их теперь по-другому называют, да, насколько... Раньше был значок ГТО, сейчас знак ГТО. Их три. Бронзовый, серебряный и золотой во всех ступенях. То есть они есть. Как только вы зарегистрировались, получили ID, вам высветятся нормативы, и будет понятно, на какой знак вы оцениваете. Можете рассчитывать. Да, можете рассчитывать. Это вот так сказать. Помимо этого, уже помимо сайта, действительно, Всероссийский центр пошел дальше. Придумали приложение для мобильных телефонов. Оно устанавливается. В любом поисковике вы находите приложение ГТО. Оно устанавливается на телефон, и оно еще проще, чем сайт. Там сразу видно, там есть калькулятор. Вы можете посчитать. То есть когда вы часть нормативов выполнили, и у вас появляется калькулятор, на какой знак вы можете претендовать. Потому что знаки на сегодняшний день, мы сразу говорим, они официальные, они утверждены Министерством спорта, и других знаков нет. И еще раз мы повторимся, что сдавать для того, чтобы получить знак, выполнять нормы, нужно только в официальных центрах. Это либо региональный, либо муниципальный. Ну, Всероссийские есть еще, они устраивают фестивали, но это целый ряд мероприятий отдельных. Что касается жителей, то это либо муниципальный, либо региональный. Вы обращаетесь, вам все расскажут. Потому что все остальное, то, что вот сейчас выходит под брендом, мы выполняем ГТО, это не значит, что вам дадут знак. То есть тестирование официально, оно вывешивается расписание, расписание готовится заранее, на сегодняшний день уже сформировано. Расписание в нашем центре тестирования на ближайшее время выполнения, то есть где указываются места, где вы это можете выполнить. То есть другие варианты не рассматриваются. Знаки выдаются Министерством спорта, они приходят по результатам уже вышедших приказов. Если это золотой знак, то это приказ Министерства спорта Российской Федерации. Если это серебряный и бронзовый знак, это приказ Департамента физической культуры Приморского края. То есть только в этом случае вы получите свой знак. Знаки вручаются торжественно, в отдельных обстоятельствах. У нас в этом году уже прошло вручение знаков, их вручала администрация Приморского края, и золотые, и серебряные. Опять же, это касалось наших школьников. Вот вы рассказали, что знаки будут разными, золотой, серебряный, бронзовый, ну, соответственно, и нагрузка будет разной. Но что-то мне подсказывает, что большинство жителей не только нашего города, но и всех в стране, кто хочет сдавать нормы ГТО, считают, что они уже готовы, что им не нужно какие-то специальные обучения, подготовки проходить дополнительно. Так ли это? Может ли человек прийти и сходу сдать ГТО? Или все-таки лучше подготовиться? Ну, во-первых, нужно к этому подойти более ответственно в плане посмотреть с нормативов для себя. и к себе подойти трезво, да, в плане того, что адекватно оценить свои силы. Потому что на сайте показано, как правильно выполнять нормы. То есть все мы умеем отжиматься, подтягиваться, стрелять до момента, когда перед вами действительно не стоит судья ГТО, который фиксирует ваш результат. В этот момент появляется, там, допустим, при подтягивании не все это делают правильно, потому что это нужно делать без рывка и очень плавно. При отжимании это тоже не должно быть резких рывков. Если прыжок в длину, то он должен выполняться правильно. То есть все вот это можно посмотреть на сайте. Помимо этого, на сегодняшний день разработаны, что касается школьников, подготовка в рамках уроков физической культуры, все нормативы школьники, это, как правило, выполняют на уроках физкультуры. И разработаны, так как внедрение идет комплексно, в программы внедрены нормы для подготовки к них школьников. Что касается взрослого населения, я думаю, что те, кто у нас занимается физической культурой, я сразу могу сказать, ну или спортом, могут обратиться к своим тренерам в фитнес-залах. И, как правило, это опытные инструкторы, они могут порекомендовать, как подготовиться к тому или иному нормативу. Потому что на самом деле нормативы не самые простые. И человек без определенной физической подготовки, выполнить на золотой знак – это сложно. Понятное дело, что есть у нас подготовленные люди, но статистика в следующем показала. У нас на сегодняшний день из школьников около 500 проходили тестирование. Золотых знаков у нас порядком 19. То есть это небольшой процент. В рамках фестивалей, которые проходили, школьники выполняют, мы сразу говорим, что вот и Светлана Салтановна подскажет, что не надо набирать весь комплекс в короткие сроки. Его можно растянуть на год. Для этого и даются периоды. Понятное дело, что школьникам, наверное, пятой ступени, они заинтересованы выполнить нормы до апреля месяца. Потому что знак вы получите в течение трех месяцев после выполнения. Это в среднем время тратится. То есть это не будет вот так. Вчера я сдал все на золотой знак, послезавтра я его получаю. Так не будет. Будет, пройдет определенное время для подготовки и выгружения в центр. Получение обратной связи, получение приказа и так далее. То есть и получение непосредственно самого знака. Выписку из приказа можно будет получить раньше. Потому что на сегодняшний день. Что дает школьникам? Это, наверное, то, что сегодня более всего проработано на территории Российской Федерации. Это дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Я хотела спросить, какие бонусы? Да. И поэтому у меня большая просьба вот здесь обратить внимание родителям. Если вы нам будете звонить в мае месяце и говорить, мой ребенок готов. Во-первых, как правило, дети волнуются и не сразу выполняют все на золотой знак. Не надо ругать за этого ребенка, потому что это очень действительно не так просто. Это лучше сделать, конечно же, в февраль-март, чтобы в апреле ушли данные в центр. И к моменту поступления была информация по детям пятой ступени. Мы сейчас говорим вот именно о них. Потому что это, как правило, ребята в возрасте до 18 лет, которые готовятся к поступлению. Это пятая ступень школьников. Все остальные взрослые населения можно разделить. Вот, допустим, что касается себя, я планирую это делать в течение календарного года. То есть, какой-то норматив я буквально сдам в январе, феврале. Следующий норматив я буду сдавать в марте. И к ним можно поэтапно готовиться. То есть, вы можете сдавать не весь комплекс сразу. Потому что в расписании, если вы сейчас обратитесь в центр, в течение пяти дней расписаны практически выполнения всех норм. Но это будет повторяться и в феврале, это будет повторяться и в марте. И вы можете попробовать. Опять же, стоит отметить, что если вы с первого раза не выполнили какой-то норматив на тот знак, который вы хотели. То есть, если вы, допустим, сдали бег, хуже, чем вы рассчитывали. У каждого в календарный год есть три попытки выполнения норм. Между ними должно пройти минимум две недели. Это для того, чтобы вас повторно протестировали. Это возможно. Это возможно для всех ступеней. Это не только касается школьников. Поэтому на сегодняшний день стоит разделить свои силы. Если вы понимаете, что что-то у вас не получается. У нас есть спортивные школы на территории города Владивостока. Что касается центров спортивной подготовки. У них будут разработаны дополнительные программы по подготовке к нормам ГТО. Я имею в виду, особенно это такие специфические нормативы, как стрельба. Потому что пойти просто выстрелить не каждому удается, особенно на золотой знак. Это показали предыдущие тестирования. А вот давайте сейчас ненадолго прервемся. Мы сделаем небольшую паузу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Юлия, я вас немного перебила перед рекламой. Давайте, наверное, продолжим нашу мысль. Да. Поэтому я еще раз говорю, что всем необходимо изучить внимательную информацию и распределить свои силы в течение года. Как Светлана Салтановна мы еще раз повторяем, что для школьников период выполнения является 1 июля по 1 июля. Учебный год для взрослого человека. Это 1 января по 1 января. Поэтому всех мы приглашаем, взрослое население в этом году себя попробовать. Потому что я точно знаю, у нас есть уже зарегистрированные, их много на территории города Владивостока, я имею в виду среди взрослого населения. Мы видим в базе зарегистрированных, кто желает, проходит медкомиссию. Тоже следует отметить, потому что без допуска медицинских работников вы будете не допущены к выполнению норм ГТО. Это обязательно условия. И на сегодняшний день вы обращаетесь по месту жительства в поликлинику для получения допуска. Если вы абсолютно здоровый человек, как правило, не возникает трудностей с получением медицинского допуска. С этим медицинским допуском вы уже можете прийти прямо в день тестирования. Про дни тестирования мы узнаем в центре. И взрослое население уже буквально в январе может себя попробовать. Я знаю, что вы тоже хотели дополнить. Да, я хочу дополнить о том, что взрослое население у нас запланировано на 30 января. У нас запланировано тестирование. Уже скоро? Да, уже чуть-чуть осталось. Поэтому у вас, кто еще не зарегистрирован на всероссийском сайте, может это сделать за эту неделю, потому что регистрация через приложение, как Ева Александровна сказала, занимает практически 10 минут, потому что мы это уже пробовали сами. Уже, так сказать, сделали для себя такой тест, чтобы понимать о том, как происходит тестирование через приложение. Поэтому 30 числа в 11 часов мы вас всех приглашаем, взрослое население, также и школьников мы приглашаем, потому что мы не разделяем, что сейчас только взрослые или только дети. Мы приглашаем всех в центр тестирования прийти, заполнить заявки и попробовать себя выполнять тесты. Отдельно еще хочу сказать о том, что школьникам, которые учащиеся, у нас были такие уже случаи о том, что желает весь класс. Тогда еще проще. Они делают коллективную заявку. И в этой коллективной заявке тоже проставляется медкомиссия. Но здесь уже есть такая небольшая... Не каждый индивидуально идет в поликлинику, а медкомиссию может проставить школьный врач. У врачей школы на сегодняшний день у нас есть данные о группах здоровья их учащихся. И для них это будет не так сложно, бежать в поликлинику и получать индивидуальную справку. Для взрослого населения также есть такая возможность, если какое-то учреждение, какой-то коллектив тоже пожелал сдать все вместе, прийти, они также могут заполнить коллективную заявку. И потом это интереснее все вместе, наверное. Да, ну как-то и заявиться на выполнение тестов. Хочу сказать о том, еще вот Юлия Александровна уже сказала, о том, чтобы все свои силы как-то распределили. В один день по методическим рекомендациям и по требованиям выполнения тестов, нормативов, можно будет сдавать всего два теста. Не думайте о том, что вы пришли и в один день сдали из восьми, которые у вас заявлены в вашей ступени, вы можете сдать хотя бы четыре. Нет, в один день можно сдавать всего два теста. Это очень важный момент, потому что даже я думала, что ты приходишь и за раз сдаешь все. Нет, так нельзя. Не обратила я внимания, видимо, на эту очень важную информацию. Телезрителям тоже следует обратить. Это еще и физически иногда, даже если вы подготовленный человек, потому что это сложно. Тесты, я еще раз говорю, что кажется, их простота... На самом деле мы уже видели результаты, когда приходят задавать подготовленные ребята. Реально подготовленные ребята, которые готовятся в военные вузы. И поверьте мне, ребенок, готовящийся в военный вуз, сдавали на серебряные знаки. Потому что когда это делается в короткие сроки, это волнение, потому что перед вами стоит судья. Независимый, ему все равно... Куда, что? Спортивный вы человек, не спортивный вы человек. Вы ему должны выполнять. Зачастую спортсмены по отдельным видам спорта не выполняют отдельные нормативы. Как ни удивительно, допустим, для ребят очень сложно сдавать гибкость. Для парней вы имеете в виду? Для девчонок, конечно же, все, что связано с силовыми отжиманиями, отжиманиями, это мы прям... Подтягивания. Есть для девочек и подтягивания для девочек, для девушек, для женщин, для всех возрастов. И чем, допустим, отличается город Владивосток в целом, Приморский край? У нас есть норматив, допустим, есть снежные регионы, есть неснежные регионы. Город Владивосток и Приморский край относятся и к тем, и к другим. То есть у нас есть и лыжи, и марафонский бег. Поэтому можно выбрать, я еще раз говорю, и лучше подойти к этому заранее. И давайте, наверное, добавим, что не стоит бояться, а то мы так сейчас всех напугались, раз не сдашь, не сдают спортсмены. Нет, главное просто ответственно к этому подходить, узнать все подробно, подготовиться. И я думаю, что если постараться, то каждый из нас, наверное, все-таки сможет. Я не думаю, что Приморский край, наверное, будет из тех регионов, в частности город Владивосток, у которых не будет золотых знаков. Конечно же, они будут. И я думаю, что у нас здесь, при активности нашего населения, я думаю, в свете всех наших физкультурных событий, у нас многие выполнят. И я надеюсь, что именно на золотые знаки. И мы торжественно уже будем честовать первые золотые знаки в ближайшее время, когда выгружается база. Ну вот о знаках я хотела добавить. Наш центр официально начал принимать тесты 4 квартал 2016 года. И на 1 января на выгрузке вот сейчас в приказ ушло уже 10 золотых знаков. Сейчас мы ждем приказ Министерства спорта Российской Федерации о присвоении данных знаков. Это уже вот 10 ребят, которые до 1 января за 3 месяца уложились и выполнили нормативы на золотой знак. Так что вот это вот то, что уже через наш центр пошло. Также проходят и мероприятия, фестивали. Мы о них немножко уже сегодня говорили. Да, фестивали будут... Это сделано для чего? Фестивали это как раз больше для коллективных организаций, где будет возможность в не очень длинные сроки. Потому что фестиваль рассчитан, как правило, на 3-4 дня, куда вкладываются все нормативы, которые входят по той или иной ступени. Для чего проводится фестиваль? Чтобы охватить большее количество населения в данный момент, кто желает. Если на это будет потребность. Фестивали будут. Их будет несколько в городе Владивостоке. Мы будем говорить о них заранее. Говорить во всех средствах массовой информации. Но тестирование уже буквально стартует, мы еще раз повторимся, 30 января. И все, кто желает, уже сейчас, может индивидуально, не коллективно обратиться в центр тестирования, заявиться, получить медицинский допуск, если вы на сегодняшний день его получаете, попробовать выполнить. Сразу могу сказать, уже есть желающие на 30 число, кто у нас пойдет выполнять норму. Нам уже пора заканчивать. И напоследок я бы хотела, чтобы мы подытожили разговор неким выводом. Все-таки, насколько Владивосток активно готов сдавать нормы ГТО? И на ваш взгляд, каковы будут результаты? Насколько хороши мы будем среди всей страны? Я думаю, что здесь мы, наверное, совместно с центром постараемся, чтобы всему населению это было делать как минимум комфортно. Для этого будут подобраны места тестирования, проинформировано наше население. Я надеюсь, что наш активный спортивный Владивосток и физкультурный Владивосток, конечно же, выполнит на все золотые знаки. Это бы очень хотелось. Но я думаю, что для кого-то достижением будет серебряный знак, и бронзовый, и не стоит расстраиваться. От этого действительно ничего не зависит. Это вы делаете в первую очередь для себя. Потому что я думаю, что уже не зря сказали, в советское время их была популярность. Но я думаю, что и в российское время у нас активное и молодежь, и взрослое население, которые захочут заработать свой долгожданный знак. Светлана, как считаете вы? Я считаю, что Владивосток готов к выполнению нормативов ГТО. И действительно, выполнить их очень хорошо. И потому что спортом у нас занимается огромное количество населения нашего города. И мы еще раз приглашаем всех на выполнение нормативов Всероссийского физкультурного спортивного комплекса ГТО в наш центр. Мы открыты, мы готовы консультировать. Мы готовы оказать любую всяческую помощь всем жителям нашего города Владивостока в выполнении нормативов. Приглашаем вас, ждем вас и желаем вам всех самых наилучших результатов в выполнении нормативов. Мы готовы к труду и обороне. Мы тоже готовы. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Субтитры подогнал «Симон»